Участники беговых марафонов в Омске должны будут предъявлять медицинские справки. Без соответствующего документа мячи не будут пускать даже на короткие дистанции – 3 и 5 километров. Об этом в Международном пресс-центре МКР-Медиа рассказали представители Минздрава и организаторы спортивных мероприятий. Такие требования объясняются изменениями в федеральном законодательстве. Направление на медицинский осмотр можно найти на сайте сибирского международного марафона. Справка действует в течение года и дает возможность участнику получить допуск на все забеги. Отмечу, что 21 мая в Омске состоится весенний полумарафон. 13 июня пройдет цветочный забег специально для представительниц прекрасного пола. Ну а 5 августа в Омске стартует сибирский международный марафон. Если это ребенок или, как сказать правильно, гражданин до 18 лет, то он обращается к своему участковому педиатору. Если старше, то он обращается к своему участковому терапевту. Взрослые люди у нас проходят диспансеризацию, дети до 18 лет у нас проходят профосмотры. На основании профосмотра или диспансеризации, которые пройдены в течение календарного года, участковый терапевт либо педиатр на основании осмотра выдает пациенту справку. Продолжение следует...